Я приехала с дачи, у меня кот, кошка, муж любимый и каждый вечер, чтобы не было дома пыли, я стараюсь делать влажную уборку. Меня ранее всегда пугали, что вертикальный пылесос покупать не стоит, потому что он маломощный и толка от него никакого нет. Вот у меня такая рекламная модель сегодня и хочу вам продемонстрировать, как этот пылесос работает. Подходите поближе, вот сейчас покажу, здесь есть бак, легко вынимается, вот сюда заливается вода, а легко вставляется. То есть этот пылесос, кроме сухой уборки, может делать еще и уборку влажной. Вот это для меня самое главное. Ну что ж, попробуем включаться. Первая удобная функция, у этого пылесоса есть голосовой помощник. Это здорово на начальной стадии, то есть пока вы еще с ним не разобрались. Помогает действительно, потом это может раздражать, и этот голосовой помощник отключается. Начинаем дублевку. Эко режим. Вот что здесь еще удобно. Смотрите, я его не толкаю, он едет сам. Уже видно влажный след. Количество воды, которое пылесос у вас дает, регулируется при помощи вот этой вот ручки. То есть мы нажимаем и впрыскиваем еще воду. И будет более мокренько. Влажную уборку и этот пылесос делает просто идеально. Он действительно очень мощный. И еще у него есть одна нужная и интересная функция. Это ультрафиолетовое обеззараживание. Если что, эту функцию тоже можно отключить, но я ей пользуюсь постоянно. И вот какой еще вопрос часто задают. А способен ли моющий пылесос, ну если он действительно такой мощный, собрать грязь или собрать воду? Вот смотрите, давайте я налью на пол кофе. Начинаем дублевку. Эко режим. С одного раза. Пойдем дальше. Еще один эксперимент. Потому что вода в воду. И кофе это тоже вода. И когда делается влажную уборку, конечно, кофе убрать проще всего. А здесь кетчуп. Сейчас мы тоже нальем на пол. Вот такое вот прям очень неприятное загрязнение. Начинаем дублевку. Эко режим. Снимая дальше, я хочу показать, что посмотрите, я продолжаю делать уборку. И пылесос этот течет мне по всему дому не развазывать. То есть он действительно мощный. Колоссальная мощность. Поэтому он так чисто не убирает. Вся грязь у пылесоса находится вот в этом нижнем баке. И пылесос может работать без подзарядки 40 минут. То есть без остановки. Этого хватит, чтобы убрать всю квартиру, даже самую большую. После уборки вот так просто снимаем бак с грязью и промываем его под проточной водой. Ну как вы убедились, Гарлин довольно мощный. И еще одна приятная функция у Гарлин это система самоочистки. И подзарядки это в одно место. Едем на базу, мой дорогой. Встаем. Идет зарядка. Убедитесь, что резервуар для чистой воды заполнен, а для грязной воды пыл. Начинаем самоочистку. Очистка роликовой щетки. Ну-ка, очистка. Идет таймер очистки. Чистится и роликовая щетка, и все внутренности. На дисплее видно, на какой стадии у нас идет зарядка. Самоочистка закончена. В принципе, роликовую щетку, воздух можно отключить. И вот она, грязная вода. Посмотрите, насколько действительно там все грязно. Модель вертикального моющего пылесоса от Гарлин. Называется M5000 Aqua. И как вы убедились, моет быстро, моет чисто и разберется за 15 минут. Я вас уверяю, даже человек, который вообще ничего не понимает в технике. А дальше стоит себе около стеночки и заряжается. Если данная модель пылесоса вам понравилась, то до 10 июля по моему промокоду именному MARINA, укажу его в тексте и в сторис там ссылку, будет действовать скидка на данную модель аж 8000 рублей. А вообще у Гарлин на любую технику скидка по промокоду будет 20%. Ну, за исключением техники, которая и так уже идет по скидке.